МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 19.30 и это новое время в эфире телеканала ЖБКЖОЛА. О главном сегодня в прямом эфире расскажу вам я, Ардакса Гедула, наши корреспонденты и гости в студии. Сурдоперевод Жан-Сулу Ерлан-Козе. И смотрите сегодня в выпуске. Образовательная перезагрузка. Асхат Аймагамбетов представил в правительстве новую концепцию. К примеру, в дошкольном образовании предлагают новые подходы по воспитанию и обучению детей через игру. Ранее, по словам министра, образовательная программа была чрезмерно академичной. Какие еще реформы проведет министр просвещения? Массированная интернет-атака. Багдад Мусин объяснил, почему казахстанцы сталкиваются с перебоями в сети. Вы все знаете, что даже на определенные сайты СМИ были определенные атаки. А главное, что с этим делать? Два триллиона на пять лет. Область Улытау ежегодно будет получать по 400 миллиардов в виде инвестиций. На что в первую очередь направят деньги. Единственный выход. Казахстан остается одним из лидеров потребления электроэнергии в СНГ. Однако энергетики предупреждают, что если ничего с этим не делать, назреет коллапс. Если не поднять тариф хотя бы на ту разницу по железу, то о качественном ремонте в следующий отопительный сезон уже можно забыть. И начнем с главного. Утечка загрязненной нефтью воды произошла на одном из месторождений в Актюбинской области. Площадь разлива превысила 3000 квадратных метров. Аварийная ситуация возникла на участке скважины номер 797 нефтегазодобывающего управления Кинкияк нефть. Прибывшие инспекторы провели замеры площади и отобрали пробы. В департаменте экологии намерены назначить внеплановую проверку. Между тем, в ходе осмотра места аварии продолжается утечка загрязненной нефтеводы из скважины. Проводились работы по обволакиванию и откачке жидкости загрязненной площади. На данный момент данные работы завершены. Если мы работниками Актюбинского филиала Акберен, то Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб проводятся восстановительные работы. Качественные знания от детского сада до университета. Сегодня на заседании Кабмина утвердили новую концепцию развития образования на 5 ближайших лет. Затрагивает она обширный ряд вопросов. Новые школы, трехсменка, интернет, квалификация педагогов. Почему нынешняя программа обучения в дошкольных организациях, по мнению министра просвещения, чрезмерно академична? И как сделать, чтобы мест в классах хватало на всех? Корреспондент «Нового времени» Марк Брюшко расскажет. Школы на 840 тысяч мест построят по всей стране до 2025 года. Да еще и с применением единого стандарта, как архитектурного, так и технического. Асхатай Магомбетов на заседании правительства заверил, что это решит проблему трехсменных и аварийных школ. В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. Только по Алматы в следующем году в рамках этого проекта планируется начать строительство 20 новых школ. В 2024 году в Алматы ведутся 80 тысяч мест и проблема полностью решится. Учебных заведений не хватает на всех и тема эта не перестает быть актуальной многие годы. Однако, если верить концепции развития образования до 2026 года, который сегодня утвердил Кабмин, ряд системных проблем решить все же получится. К примеру, в дошкольном образовании предлагают новые подходы по воспитанию и обучению детей через игру. Ранее, по словам министра, образовательная программа была чрезмерно академичной. Те же самые занятия проводились как в школах по расписанию. Теперь же нас ждут новый госстандарт, гибкие образовательные программы, а также система оценки качества детских садов. Во всех остальных образовательных сферах поможет цифровизация процессов. Большая роль в этом отводится мобильному приложению ИГОФМОБАЙЛ. Через него предлагают формировать очередь и распределять места в детских садах, зачислять детей в школы, а также выдавать цифровые аттестаты и дипломы с QR-кодом. Ну а детей намерены обеспечить планшетами. Наше предложение в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели. Данная модель уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу. Но чтобы система работала, нужен качественный интернет. В некоторых казахстанских школах с ним, кстати, до сих пор проблемы. Согласно рекомендации Международного союза электросвязи, для школ с количеством учащихся более 400 человек скорость интернета должна быть минимум 1 мегабайт в секунду на 20 учащихся. Анализ показывает, что скорость в 6414 школах этим рекомендациям не соответствует. Марк Брюшко. Новое время. И сегодня же в правительстве министр цифрового развития Багдад Мусин озвучил свою версию проблемы с доступом к интернету, которую наблюдают казахстанцы. Вы знаете все, что 29 сентября государственная техническая служба объявила о том, что были массированы, зафиксированы массированные атаки на инфраструктуру республики Казахстан. Поэтому для того, чтобы не только исследовать, из-за чего это было или откуда это было, а для того, чтобы повысить уровень защищенности инфраструктуры, определенные работы проводятся. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Но наша самая главная задача именно государственной технической службы в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это не только делается для защиты государственной инфраструктуры или еще какой-то. Все инфраструктуры. Вы все знаете, что даже на определенные сайты СМИ были определенные атаки. Поэтому, чтобы это все предотвращать, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. И эти работы исследуются для того, чтобы повысить уровень. И вернемся к теме образования. Каждая казахстанская семья с появлением детей сразу задумывается о том, как попасть ребенку в детский сад. Все потому, что дело это непростое. Если раньше родителям приходилось стоять длинные очереди в момент распределения направления, сейчас взрослые делают это виртуально, мониторя электронную очередь. А сегодня стало известно, что в стране оставят лишь одну общую очередь в детские сады. К чему это приведет, а также другие вопросы в сфере дошкольного образования, обсудим с гостем в студии, директором Института раннего развития детей Министерства просвещения Республики Казахстан Монарой Адамовой. Здравствуйте, Монара Еликеновна. Рада вас приветствовать в нашей студии. В правительстве сегодня министр просвещения Асхата Емагомбетов презентовал концепцию развития образования до 2026 года. Документ, безусловно, важный, особое внимание там уделено дошкольному образованию. И в детских садах будет внедрена новая модель обучения. И расскажите, что эта модель будет предполагать, какие изменения коснутся дошкольного образования? Модель развития дошкольного воспитания и обучения, он вообще такой концептуальный документ, который включает комплексные меры. То есть с участием не только самих дошкольных организаций, колледжей, вузов, также методических кабинетов, даже включая родительскую общественность. Почему? Потому что на сегодняшний день обеспечение качества дошкольного воспитания и обучения зависит от того, какие мы условия создаем для детей в дошкольном организации. Первое, значит, ответственность дошкольных организаций. Второе, это подготовка кадров. Поэтому обязательно участие в вузов и колледжей, совершенствование обновления образовательных программ в вузов и колледжей, восстановление педагогической практики, чтобы нам приходили качественные кадры. Поэтому вот эти вот все вопросы охватывает модель развития дошкольного воспитания и обучения. Вот само название модели, модель развития, то есть, значит, вот само слово развитие предполагает процесс. Поэтому модель развития вот включает вот такие вот направления развития в сфере дошкольного образования, включая туда само содержание дошкольного воспитания и обучения. То есть, значит, на сегодняшний день у нас разработаны внедрены гибкие стандарты, типовые учебные планы и программа, которая обеспечивает воспитание детей дошкольного возраста с момента прихода дошкольной организации до ухода. До сегодняшнего дня, конечно, немножко такая методика, можно сказать, переориентированная на школьное, на академическое образование, где проводились уроки поминутные, да. Вот сами подумайте, вот, например, 15-20-минутные уроки. Разве можно ставить цели ожидаемые результаты, чтобы за 15 минут тебе какие-то ожидаемые результаты предъявили дети дошкольного возраста? Но так же не бывает, дети дошкольного возраста так не воспитываются и так не развиваются. Поэтому мы не должны забывать о том, что дети воспитываются в дошкольной организации с момента пребывания утром, как встречает воспитатель, и до ухода домой, включая все режимные моменты, прогулку, также, значит, время организованной деятельности, всю детскую деятельность, и, конечно же, включая занятия, которые организовывает педагог в течение всего дня. Поэтому немножко вот программа, гибкая учебная программа охватывает все эти моменты. Да, сегодня, кстати, и министр говорил о том, что уроки должны проходить в игровой форме, чтобы не перегружать ребенка. Я хотела бы перейти к следующему вопросу. Будут ли обеспечены госзаказом частные сады? И насколько повысит заработная плата воспитателей? Хотелось бы узнать. Хорошо. Скажи, вот я скажу, что на сегодняшний день, в принципе, госзаказом охвачены так как государственные, так и частные дошкольные организации. Конечно, и дальше, значит, госзаказ будет распределяться так и частным дошкольным организациям тоже. Просто на сегодняшний день стоит вопрос повышения заработной платы по поручению президента страны. Поэтому на сегодняшний день идет расчет, перерасчет методики финансирования. Почему? Потому что большинство дошкольных организаций на сегодняшний день у нас работают на подышевом финансировании. Поэтому сейчас методика подышевого финансирования заново пересматривается, делаются соответствующие расчеты. На основании этих расчетов будут внесены изменения в соответствующие нормативные акты. И таким вот образом дальше госзаказ, значит, будет распределяться с учетом вот этого повышенного коэффициента, который, значит, будет выделяться на заработную плату педагогов, как государственных, так и частных дошкольных организаций. Повышение заработной платы повлияет на то, что насилие над детьми снизится? Вы знаете, эти факторы, которые сейчас имеют место в дошкольных организациях, он касается не только заработной платы. Здесь обязательно, конечно, дошкольные организации должны ответственно относиться к своей работе, поэтому принимать на работу действительно квалифицированных кадров. Каждая дошкольная организация должна работать с вузами, с колледжами, отправлять запросы, приглашать на практику студентов и таким образом, значит, искать себе кадров, а не сидеть сложа руки. И не принимать Если заработная плата будет повышена, конечно, мы думаем, что в ближайшие два года будет приток и вот как в школе сейчас, после повышения зарплаты педагогам, как изменилась ситуация, как повысился конкурс, в вузах. Точно так же изменится ситуация и у нас, мы надеемся. Хотелось бы также обсудить вопрос с очередью в государственные детские сады. Как цифровизация поможет урегулировать этот вопрос? Ну, это тоже такой вот большой, обширный вопрос, который охватывает очень много факторов. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас в регионах есть разные цифровые системы, которые на местах, значит, в областях ставят детей в очередь. Вот постановка в очереди в регионах осуществляется с помощью цифровых ресурсов. Но теперь мы хотим интегрировать с национальной базой, и у нас есть единая национальная база данных, и мы хотим интегрировать, значит, вот, очередность в регионах с этой единой базой. Почему? Потому что это поможет, во-первых, исключить дублирование очереди, повторение фамилий. Почему? Потому что у нас все-таки есть, значит, вопрос внутренней миграции, когда дети, значит, из одного региона в другое переезжают, тогда, значит, автоматически, если, значит, это будет, вот эти данные все будут в одной единственной базе, тогда, значит, можно будет без проблем исключать детей, значит, и с той очереди, и, значит, ставить в очередь, значит, уже по месту пребывания. Это с одной стороны, да, вот, с другой стороны, значит, интегрирование, значит, создание единой базы очередности, также, значит, вот поможет, как сказать, значит, вот, поможет, значит, больше, значит, быть прозрачным, да, вот, при распределении госзаказа. Почему? Потому что единая очередь исключает, значит, факторы дублирования, повторения фамилий. То есть все будет открыто, максимально и честно. И также, значит, будут предъявляться единые требования всем системам, всем платформам для постановки детей в очередь, чтобы для удовлетворения родительских потребностей, чтобы родители любое время могли, значит, увидеть, значит, очередность, каким стоит ребенок в очереди, также выбирать, увидеть, значит, карту дошкольных организаций вот определенного города и так далее. Если собирается переехать в другой город, точно так же. То есть, значит, вся информация, чтобы была доступна потребителю. Анна Реликеновна, спасибо вам большое. Однозначно, будут изменения и это радует. Я благодарю вас за то, что вы подробно ответили на все наши вопросы, а мы продолжим наш эфир. Спасибо. До свидания. И сегодня в правительстве одобрили еще один комплексный план. Речь в нем идет о социально-экономическом развитии области Улы-Тау. Для этого в регион планируют инвестировать около полутора триллиона тенге. По словам министра национальной экономики, там запустят девять новых заводов и промышленных комплексов, а также одиннадцать инвестиционных проектов по производству и переработке сельхозпродукции. В планах построить и модернизировать теплосети, водопровод и систему водоотведения. Общий объем инвестиций на 2022-2026 годы составляет 1,4 триллиона тенге, в том числе средства из республиканского бюджета, инвестиций субъектов малого бизнеса, а также частные инвестиции. Учитывая, что область является сырьевой, проект комплексного плана содержит ряд мероприятий по развитию промышленности для расширения минерально-сырьевой базы предусматривается увеличение добычи жильного кварца и проведение геолого-разведочных работ на девяти месторождениях. Область Улытау официально существует практически 4 месяца и за это короткое время приковало к себе большое внимание. Именно там прошел первый национальный Крултай и неспроста. Ведь история гласит, что наши предки съезжались в Улытау со всех уголков степи, чтобы принимать судьбоносные решения. Аким Новой области тогда признавал, что проблем, которые нужно решить в регионе, довольно много. В первую очередь терпит экологическое бедствие самое сердце области Жизказган. Но теперь появилась надежда, что область получила шанс на полное преображение. Ведь в распоряжении у местной власти почти 2 триллиона тенге, которые нужно потратить на развитие региона в течение 5 лет. О том, на что пойдут средства в первую очередь, поговорим сейчас с заместителем Акима области Улытау Галымжаном Кусмангали. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Галымжан Муратович. Раньше до... Добрый день. Раньше до территориальных перемен область зависела от Карагандинской и, возможно, не получала должного внимания к себе. Теперь жители хотят, чтобы дорогу, которая соединяет Караганду и Жизказган, находившуюся в плачевном состоянии, отремонтировали. Как обстоят дела в этой ситуации и сколько денег планируется направить в целом на ремонт дорог? Что касается дорог республиканского значения, сейчас, в настоящее время, Акимат области совместно с министерством индустрии работает в этом направлении. Как вы знаете, есть поручение главы государства о необходимости завершения строительства дороги в Казлардарже-Сказган. В данном направлении сейчас ведется работа. Также, как вам известно, буквально недавно глава государства был в Караганде и поручил начать работу по строительству дороги в Карагандарже-Сказган. В рамках комплексного плана развития планируется порядка 227 километров отремонтировать дороги областного значения и еще 118 километров внутри городских и внутри поселковых дорог. В целом, на это направление вот именно внутри областного и внутри городских дороги мы планируем в течение пяти лет направить 264 миллиарда тенге. Галамжан Муратович, не секрет, что Улытау очень зависим от градообразующего предприятия и, похоже, чтобы уйти от этой зависимости, планируется запуск новых проектов. Мне известно о минимум 16, безусловно. Это новые рабочие места. Хотелось бы узнать, в какой сфере будут созданы проекты и насколько они долгосрочны и жизнеспособны. Да, действительно, вы правы. Отчасти такая проблема есть. В то же время хотелось бы отметить, что все равно регион является достаточно сильным в плане сырьевой базы. К примеру, мы планируем запуск нефтеперерабатывающего завода средней мощности. Также мы создаем социально-предпринимательскую корпорацию Улытау. Будет выделена земля, 70 гектаров земли для запуска индустриальной зоны. Давайте сейчас перейдем к вопросу немаловажному пункту это экологии. Например, запуск нового химического завода по выпуску промышленного реагента так или иначе скажется на состоянии воздуха. Какие есть планы, чтобы решить в целом вопрос с экологией? Дело в том, что по вопросам экологии сейчас уже большая работа начата, она проводится. Что касается новых предприятий, то тут все предприятия, новые запуска запланированы, все будут соответствовать самым передовым международным стандартам в области обеспечения экологической безопасности. То есть это будут современные технологии, современные предприятия. Помимо этого у нас есть определенные проблемы с Кенгерским водохранилищем. Планируется полностью очистку этого водохранилища сделать. Также большой блок задач ставится в рамках комплексного плана по озеленению. Всего планируется порядка 150 тысяч саженцев высадить. И вернемся к средствам, которые будут направлены на развитие региона. 1,8 триллиона в тенге. Это довольно большая сумма. Но хватит ли этих денег на то, чтобы все это реализовать? И как вы будете контролировать расходы? Что касается первой части вашего вопроса, действительно документ принят только сегодня, но следует отметить что данный документ будет помимо его исполнения, снятия с контроля некоторых пунктов будет дополняться. Что касается второй части вашего вопроса, то конечно же это бюджетные средства здесь значительные, то есть есть часть которая выделяется средств из республиканского бюджета, часть которая выделяется из местного бюджета, тут будут полностью все финансы контролироваться. То есть Галмжан Муратович, этих денег достаточно на развитие области Ул-Этау? Я бы не сказал, что это достаточно или недостаточно, это те средства, которые необходимы для решения первой очередной задач. Хорошо, Галмжан Муратович, наверняка нужно реализовать те задачи, которые вы уже наметили и надеюсь все воплотится так, как вы задумали. Спасибо вам большое за интервью, а мы продолжим. Между тем, казахстанские энергетические предприятия могут не вынести очередную ремонтную кампанию. Им попросту может не хватить бюджета с учетом мировой инфляции, роста цен на металл, топливо и химию. Об этом заявил заслуженный энергетик страны Жакоб Хайрушев. Единственный выход, по его мнению, повысить тарифы. О каких конкретно суммах идет речь, пока сказать сложно, считает эксперт. Напомню, казахстанская электроэнергия признана одной из самых дешевых в СНГ и странах Центральной Азии. При этом жители республики тратят достаточно много света. По результатам исследований в год на человека приходится почти 5000 киловатт час. По этому показателю наша страна уступает только России. Я прогнозирую, что со следующего года энергетики скорее всего будут выходить уже просто с плачем неким, потому что если не поднять тариф хотя бы на ту разницу по железу, то о качественном ремонте в следующий отопительный сезон уже можно забыть, потому что это уже реалии времени, здесь нет какого-то искусственного повышения, здесь речь идет о неком выживании, потому что сегодня и так энергетика вы видите изношена и президент на каждом совещании говорит, что вот программа вам тариф обмен на инвестиции и уже наверное подошло время, чтобы постепенно идти к тому, чтобы повышать тарифы как на тепло, так и на электроэнергию. В Косанайской области в домах жителей устанавливают датчики угарного газа. Новые аппараты очень быстро реагируют на появление в воздухе токсичных веществ. При их возникновении приборы издают характерный звук, сигнализируя о возгорании. В основном датчики угарного газа устанавливают в домах социально уязвимых и многодетных семей, а также у одиноких пенсионеров. В этом году это уже почти 4 тысячи домов. С начала отопительного сезона в регионе зарегистрировано 63 пожара, один человек погиб. Датчики незамедлительно реагируют в случае проявления определенный процент чувствительности газов, также продуктов горения уловимости устанавливаются и они незамедлительно срабатывают. Начинают пищать, издавать звук посторонний, который спящий человек обычно проснется от этого. В нашей области три таких случаях было, в которых поступили звонки на 101, сказали, что сработал датчик и необходима помощь сотрудников противопожарной службы. А в Западной Казахстанской области изношенные электросети не выдержали первого снега. В результате возникли аварии без электричества. Остались порядка трех тысяч абонентов. Это жители Зачаганска, Старого аэропорта, микрорайона, Строителя и других частей Уральска. Над устранением аварии работают восемь ремонтных бригад и две аварийные. К концу дня специалисты обещали завершить работу в целом на реконструкцию электросетей. Согласно комплексному плану развития области до 2025 года предусмотрено около 20 миллиардов тенге. Из них 8 миллиардов направят на модернизацию городских сетей. Наши городские сети изношены на 80% и более. Те районы, которые часто у нас отключаются, это район Старого аэропорта, вы сами знаете, очень много жал. Второй рабочий поселок, район Старой части города, район рынка. В районе Старого аэропорта мы в прошлом году начали реализацию двух проектов, это по реконструкции электрических сетей, установки трансформатов подстанций. Мы в ноябре месяце этот проект закончим и думаем проблему именно этого района, Старого аэропорта, северо-восточной части города, мы снимем. Проблема именно в оперативности исключения аварий, устранения аварий, это влияет на оперативность, поэтому тоже сейчас у нас планы есть именно по приобретению техники для аварийно-ремонтов бригад. В Казахстане растет спрос на мясо птицы. Теперь значимый вклад в обеспечение отечественного рынка этой продукции вносят и предприниматели Жамбылской области. В регионе открываются птицефермы, появляются новые рабочие места, покупатели же получают на прилавках продукт казахстанского производства. Сразу 12 модульных птицеферм появилось в этом году в Курдайском районе Жамбылской области. Расположены они в трех селах, а в планах компании-производственника до декабря построить еще 8 таких ферм. В год здесь намерено выпускать до 520 тонн мяса птицы, причем при поддержке местного населения. Для людей это возможность начать собственное дело. Мы даем людям работу, возможность себя обеспечить, открываем такие небольшие хозяйства и контролируем все этапы производства. Привозим цыплят, корма. Задача жителей вырастить птицу. Люди с удовольствием начинают свое дело вместе с нами. Поэтому спрос большой на продукцию. Хотим свой регион полностью обеспечить. Сейчас в кооперативе выращивают 20 тысяч кур, а готовое мясо птицы уходит не только в магазины Тараза, но и в Алматы и даже на экспорт в Кыргызстан. Цена за килограмм при этом всего 1400 тенге. Каждая птицеферма за 40-45 дней выпускает около 3-3,5 тонн мяса птицы. За 6-7 циклов это уже больше 20 тонн. Скоро планируем еще и в каждом сельском округе выделить по одному гектару земли и привлечь к этому делу еще больше жителей. Проект поддерживает и власти региона. Глава области уже дал поручение построить еще 33 фермы. Опыт курдайцев распространят в районах Турар-Рыскулова и Миркинском. А действующие Магометова Руслан Мухаммедьяров Новое время. Это все о чем успела вам рассказать редакция Нового времени. Далее эфир продолжит информационно-аналитическая программа Жаннауак. Руслан Мухаммедьяров